В России давно уже отказались от изучения марксистской политэкономии, и на протяжении последних трех десятилетий в вузах готовят тысячи экономистов на основе западной экономической теории, известной как «Экономикс» или «Мейнстрим». По этому направлению защищается огромное количество диссертаций. Казалось бы, путь к процветанию страны известен. Бери основные положения из «Экономикс», да и строй по этим лекалам экономику на рыночных началах. Всего и вся. И вперед к прогрессу. Так и поступают в ЦБ или Минфини, таргетируют инфляцию и гадают про темпы роста экономики. Краткосрочный эффект, безусловно, был. Меньше одного процентного пункта, несколько десятков процентных пунктов инфляции из-за этих мер оказалось меньше. Но мы не знаем, как бы вели себя спрос и предложение. И мы видим вторичные эффекты. Цены растут на смежные товары, на альтернативные товары. Поэтому оценить, честно говоря, это очень сложно. Однако наша страна-то деградирует. Экономика почти не растет. Благосостояние людей падает. А значит, «Экономикс» и ее принципы не работают. Во всяком случае, для большинства населения. Что с ней не так? Почему огромной части населения уготовано лишь расхлебывать последствия политики, вытекающей из экономикс, в виде беспросветной бедности, нищеты и скорой гибели? Не секрет, что либеральные экономисты, также известные как представители экономикс, категорически не соглашаются со многими положениями марксистской политической экономии. Готовы сражаться с нами, защищая интересы капиталистов на теоретическом фронте. Мол, в основе политэкономии лежит диалектика. А это не научный метод, а метафизика. А вот подлинно научный – это принципы формальной логики, на которой и строится экономикс. Мы, разумеется, не согласны с такой позицией. Для нас главный методологический инструмент – это диалектика. Однако и формальная логика в определенных условиях обеспечивает доказательные выводы. В первую очередь речь идет об объектах, когда они рассматриваются в статике, а не в своем развитии. О соотношении двух подходов смотрите это видео. Ссылки также будут в описании. Давайте далее проследим, насколько строго основные положения экономикс соответствуют их же методологии. Насколько можно доверять экономикс и соответственно соглашаться с ее практическими выводами, которые, напомню, затрагивают жизнь каждого. Итак, пройдемся по основам формальной логики, ее законам, видам и заключениям. И также посмотрим, какие логические ошибки совершает господствующая экономическая теория. Поехали! Первый закон – закон тождества. Он особенно касается выработки определений. Нельзя в одном месте в определении вкладывать один смысл, а в другом – другой. В самом определении должно быть однозначное выделение сущности одного явления относительно всех других. Например, нельзя определять собаку, как домашнее животное с четырьмя лапами и хвостом. Ведь под это определение подходит и кошка. Значит, кошка – это тоже собака. Однако в экономикс это нередко случается. Например, в известной научно-популярной книге «Экономический образ мышления» дается такое понимание ключевой категории капитала. Вы только послушайте. Капитал – это созданные ресурсы, используемые для производства будущих благ. Так под это определение подходит все, что угодно. И станки, и дороги, и книги, и навыки. Здесь не показывается специфическая функция капитала. Его роль в отношении между участниками рынка. Получается, что в США, что в Советском Союзе – все было капиталом. Но какова тогда ценность такого определения? Если оно не дает дополнительного экономического смысла. Сравните с марксистским пониманием капитала как стоимости, используемой для получения прибавочной стоимости. Здесь таких огрехов нет. Кстати, о капитале и теории прибавочной стоимости у нас был отдельный ролик. Рекомендую посмотреть. Современный экономикс, давая такое размытое определение капиталу, пытается описывать все, а значит ничего. Зато в результате можно ловко вести манипуляции и наполнять свои идеи логическими ошибками и софизмами. Тогда и олигарх со своими акциями и заводами качественно якобы не отличается от простого рабочего. И те, и другие ведь рядовые владельцы капитала. Надо признать свершительный факт. Она попыталась консолидироваться, вышла вперед, сам подорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет. И в принципе можно заняться делом. То есть вот есть 10 лет, когда ресурсов достаточно, опытные люди есть. В самом деле экономикс не желает знать, что такое классы и каковы противоречия между ними. Все равны. Одни просто умнее и способнее, а другие, мол, лентяи и неудачники. Перейдем теперь к другому закону. Не противоречия. То есть как минимум одно из противоположных суждений ложно. Нельзя быть одновременно и горячим, и холодным. Большим и маленьким. Но при этом могут быть ложными оба суждения. Например, нечто не большое и не маленькое, а среднее. Еще с 18 века в экономике популярно суждение о необходимости поддержки конкуренции, защите малого бизнеса, опасности монополизации, потому что именно малый бизнес – опора развития рынка. Однако монополизация – это естественный и неизбежный процесс. Следует отметить, что современные монополии, помимо негативных социальных издержек, как, например, диктата цен, могут нести и положительное влияние на общество. Например, внедряя эффект масштаба, когда с расширением производства себестоимость каждой произведенной единицы продукции сокращается. Также крупный капитал способен привлекать большие ресурсы для разработки инноваций и передовой техники. Можно сказать, что сегодня именно крупный бизнес становится реальным двигателем экономики. На эту тему также было видео на нашем канале. В итоге теория старается удержаться на двух стульях. С одной стороны, она не отказывается от мантр про свободную конкуренцию и прогрессивность малого бизнеса. С другой стороны, она не может отрицать, что главный вклад в рост производительности делают крупные компании, чаще всего монополисты, и от этого факта не скрыться. Однако для соблюдения закона логики нужно определиться, кто главный драйвер развития экономики. Сказать монополисты – значит отказаться от основ концепции эффективности свободного рынка. Тогда нужно умолчать об этом факте, и бог с ней с этой логикой. Главное – удобно защищать капитализм. Но разве это научный подход? Конечно нет. Рассмотрим следующий закон. Закон исключенного третьего. Если некое суждение ложно, то его отрицание будет истинным. Или наоборот – третьего не дано. А теперь послушаем высказывание крупнейшего либерального экономиста – Милтона Фридмана. Капитализм порождает меньшее неравенство, чем альтернативные системы организации. Развитие капитализма в значительной мере уменьшило масштабы неравенства. Это подтверждается как пространственными, так и временными сравнениями. Бесспорно, что в западных капиталистических обществах, в скандинавских странах, во Франции, Англии и Соединенных Штатах неравенство гораздо меньше, чем в государстве с такими четкими сословными перегородками, как Индия, и в такой отсталой стране, как Египет. Оно наталкивает на мысль, что капитализм не содержит источников роста неравенства. Однако в качестве примера он приводит развитые страны, где государства в долгосрочном периоде все больше занимаются перераспределением доходов. И где, в частности, давно действует прогрессивное налогообложение. В чем же проблема? По закону логики, рыночное начало либо сдерживает неравенство, либо не сдерживает. Третьего не дано. Но Фридман ставит в пример низкого неравенства страны со смешанной экономикой, в которых государство играет значительную роль в экономике и тем самым ограничивает свободу рынка. Напомню, что либеральная идеология считает государство злом и отводит ему обычно роль ночного сторожа. Однако у Фридмана получается, что сам рынок и его ограничители в лице государства одновременно вместе сдерживают неравенство. Они действуют разнонаправленно. Для чистоты эксперимента было бы логично сравнивать разные капиталистические страны с активным движательством государства в рынок и без такового. И на основе этого сравнения сделать выводы. Вместо этого Фридман не называет Индию и Египет капиталистическими странами. Они вообще некие другие общества со словными перегородками. Поэтому убедительного сравнения нет. В общем, Фридман не мог не знать или забыть о существенном государственном перераспределении доходов в ведущих капиталистических странах. Поэтому он пытался донести мысль, что рынок и сам бы справился с проблемой неравенства. Что якобы он тоже сдерживает неравенство. Но тем самым он нарушил закон исключенного третьего. Так было сделано, чтобы скрыть историческую тенденцию большего вмешательства государства в рынок в качестве неизбежного средства стабилизации экономики. В том числе сдерживание неравенства. Ведь практика давно показала, что рынок не способен функционировать продолжительное время без государственного вмешательства. Ах, как это вписать в теорию экономикс? А, никак. Давайте теперь перейдем к трем видам умозаключений. Дедукции, индукции, умозаключению по аналогии. Способы выведения умозаключений должны подчиняться определенным рамкам. Но в современной экономической теории они нередко выводятся неадекватно. Итак, дедукция означает логический переход от общего к частному. Здесь экономикс часто грешит излишним универсализмом. Например, макроэкономические подходы часто выдаются за универсальный, а значит эффективный для всех стран. Например, в одной стране повышение ставок процента действительно полезно, охладит экономику и собьет инфляцию. А в другой стране переизбытка денежной массы нет, инфляция имеет другую природу, и повышение ставок лишь добьет реальное производство. Как у нас в России, где промышленность просто воет и вымирает от политики Центрального банка. На самом деле нужно уметь видеть уникальность стран и разрабатывать предпочтительный тип экономической политики. Но адепты повсеместного свободного рынка этого признавать не любят. Следующий вид умозаключения, переход от частных явлений к общим заключениям, называется индукцией. Неоправданные обобщения чуть ли не любимое дело господствующей теории. Рассуждая только о развитых странах, делается вывод об успешности капитализма в целом. Забывается, что большинство капиталистических стран далеко не так благополучны. Их неудача списывается на что-то другое, например, на институты, но не на капитализм в этих странах и не на пороки мировой экономики в целом. В общем, у Кот-Диуара, Ганна и Зимбабве есть шансы догнать и перегнать США. И капитализм им в помощь. Кстати говоря, большинство капиталистических стран отставало от Советского Союза. Но Советский Союз почему-то всегда сравнивает только с передовыми странами Запада. Наконец, умозаключение по аналогии состоит в том, что если признаки первого объекта аналогичны признакам второго, то по отношению к первому объекту делается такой же вывод, который известен о втором. Например, на основе крушения социалистического блока в 20 веке, который состоялось в специфических исторических условиях, делается вывод, что использование элементов социализма в будущем всегда будет приводить систему к краху. Что, мол, хотите, как в СССР, когда не было сосисок и колбасы? Однако мир постоянно меняется, и новые обстоятельства могут как раз не препятствовать, а способствовать новым формам хозяйственной деятельности. Ростки социализма уже прорастают вокруг нас. Итак, экономикс однозначно предпочитает формальную логику, однако сама не выдерживает проверку в соответствии с законом логики. В итоге формируется искаженная картина мира. Знание основ формальной логики и практика поиска логических ошибок являются еще одним нашим оружием в такой борьбе. Пишите в комментариях, какие еще нарушения формальной логики вы встречали в суждениях об экономике. Может быть, даже они были в этом видео? Подведем итоги. Господствующее сегодня направление экономической теории экономикс не может считаться в полной мере научным, так как при попытке применения ее же собственной методологии мы видим несостоятельность и вопиющие противоречия. Ясно, что важной задачей современной экономической теории является защита и обслуживание интересов капитала. А как же проблемы роста благосостояния общества, преодоления бедности и социального неравенства? Это все второстепенные проблемы, и их необходимо решать, если только они несут угрозу правящему классу. И самое главное, экономикс создает иллюзию справедливого и эффективного общества на основе рынка, без всяких классов и эксплуатации. И эти, ничем не подкрепленные мантрой, повторяют нам каждый день, чуть ли не с каждого утюга, насаждают их в школах и в университетах. Ведь известно, что даже в самую большую ложь, повторенную многократно, в итоге поверят. Редактор субтитров А.Семкин